Чем закусить у реки? Конечно же, вы видите позади меня, это курица. Курица в Китае очень популярна, особенно популярны такие вот куриные стейки. Но все жирное, обжаривается в масле, и сейчас вот у нас реклама как раз пришла, как они шли эти стейки предлагали, какие-то известные новые стейки. Давайте покажу вам, как это вообще все готовится. Вот такое вот небольшое заведенице. Вы подходите, выбираете куриные ножки, сосиски, либо вот они сами стейки. 15 юаней один стейк. Вон они там свеженькие лежат, вот уже готовые, и для вас их жарят в таком вот маслеце. Замечательно, вот они сосиски тоже. 15 юаней, и они ваши. Напитки тут не продают, напитки у вас уже рядом, и мороженое. А вот так вот выглядит у нас мороженое, напитки и так далее. Даже вот гонконгские вафли, пожалуйста. А вот напитки такие освежающие. Это клубника и именно жасмин. Клубника с жасмином, друзья. Довольно-таки вкусно. Ну что же, сейчас будем дегустировать курочку. Слана наша курочка. Видите, вот эти стейчи даже разлезают на вот такие вот маленькие кусочки. И дают вам что-то типа таких вот деревянных палочек, чтобы вам было удобно кушать. Ну и вы уже заказываете острое, а там не острое. Я заказал не острое, и вот так вот все это выглядит. Сейчас будем дегустировать. Дегустация курочки. Ну что я вам скажу. Вкусно, свежо, а главное не остро. Приятного аппетита. И также вот такой вот обычный напиток. Ну что же, друзья, это второй выпуск из удивительного тематического парка, который тянется вдоль реки и позволяет насладиться не только атмосферными архитектурными элементами, но и вкусно перекусить как уличной едой, так и где-то в ресторанчиках. Голодными отсюда вы точно не уйдете. Здесь же аттракционы и развлечения на любой вкус и кошелек. Катание на лошадях, баги, квадроциклах и моторных лодках. Множество водных забав. Но вишенкой на приключенческом торте стал для меня, конечно, высокий каркас. Можно сказать, американской водной горки из предыдущего выпуска. Если не видели гляньте, там, конечно, адреналин у меня, я его хапнул сполна. Днем же эти места как будто бы слеплены из другого теста. Словно ты попал в китайский Диснейленд. Все красиво и аккуратно оформлено, и лишь очертания неоновых труб на фасадах зданий намекают, что вечерами тут проходят фееричные шоу. В разных уголках парка возводят сцены, где проводят общение с гостями, живые выступления или привозят огромный диджейский сет, разжигают костры и устраивают пенную вечеринку, зажигая по полной. Это было безумно мощно. И отдельно мне хотелось бы выделить уличное искусство рисования сахаром, которое возникло во времена династии Мин, а именно рассказать про свой опыт. Конечно, это древнее тельтайское искусство, хотя древнее это понятие относительно. Ему всего-то около 600 лет. Здесь вам нарисуют по желанию любую фигуру, но в основном это одно из 12 животных зодиака. Я лично выбрал лошадь и сначала, как слепой котенок, не знал с чего начать. Но немного попактиковавшись с мастером, я понял, что два дня я поработаю под мастерием и тоже смогу что-то такое вытворять. В общем, интерактив в чистом виде. Чего же мне не хватило в этом огромном музее развлечений под открытым небом, так это их личной сувенирной продукции и хорошего чая. Да, я в прошлом выпуске показывал павильоны чайные с видами на реку или улицу, но я сильно сомневаюсь, что чай там будет на высшем уровне, а вот ценник кусается. Найти же какое-то маленькое уютное чайное пространство было просто невозможно. Наверное, их не создают из-за высокой проходимости места. Хотя могли бы хотя бы при отелях что-то сделать. Ну да ладно. Насчет сувениров это меня повергло в уныние. Вокруг безумное количество в прямом смысле барахла, нацеленного на детей. Всякие дешевые маски, непонятные игрушки и так далее. Вот чуть-чуть бы запалиться им в плане логотипа, продумать интересные сувениры и пошло бы дело. Были бы другие смыслы. Не понимаю. Ну да ладно. Вместо этого, ребят, открыты парочкой русских магазинов, что тоже разбавляет колоритом здешние места. Как бы то ни было, советую оставаться тут на день-два, чтобы прочувствовать все разнообразие развлечений и вкусностей, которые только может предложить Китай. Это место известное, поэтому готовьтесь к тому, что будет много людей. Ну а где их в Поднебесной мало? Путешествуйте побольше и подальше. А я из своего монтажного сундука выну новые видео и продолжу свое повествование уже совсем про другие места. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.